здравствуйте гости и подписчики моего канала на дворе прекрасная осень а значит пора пополнять коллекцию своих осенних украшений предлагаю сделать аккуратную переливающуюся брюшечку с желудями для листьев я взяла глину цвета охра но можно взять и глину другого оттенка так как потом она будет перекрываться перламутровым пигментом и сам цвет виден не будет я раскатала глину толщиной примерно полтора-два миллиметра взяла несколько кусочков и каждый кусочек я придавила молдом с фактурой листа у меня не было фактуры желудя поэтому я взяла универсальный лист если у вас есть лист желудя берите его можно также сделать фактуру прикатав настоящий листик желудя сверху далее я вырезаю при помощи каттеров один лист покрупнее и два листика поменьше размер определяйте такой какую по размеру брошь вы хотите если у вас нет каттеров то просто вырезаете шаблон из бумаги прикладывайте глине и вырезаете острым макетным ножом по шаблону далее я беру перламутровый пигмент темно-зеленого цвета кисточкой я наношу пигмент на центральную часть каждого листа так чтобы края остались не окрашены наносим пигмент щедро чтобы он полностью перекрыл цвет глины но можно и нанести его тоненьким слоем если вы хотите чтобы глина просвещалась все зависит от того какой оттенок и насыщенность листья вы хотите получить я наношу довольно плотным слоем пигмент затем я беру пигмент бронзового цвета можно взять также золотой либо медный тоже будет очень красиво меня темно-бронзовый цвет и я наношу его на края листика плотно плотным слоем сверху и по бокам чтобы на срезе лист так также был окрашен и таким образом я окрашиваю все мои листики а далее я их переворачиваю и аналогично я окрашиваю их тыльной стороны теперь нужно разложить листики так как вам будет казаться красиво чтобы ваша брошь выглядела гармонично я беру листик крупный и по бокам размещаю листиками поменьше и так как на них нанесен пигмент они не слипаются друг другом поэтому для их соединения я наношу термоклей после того как листики разместила я их слегка придавила друг другу и я беру глину темно-коричневого цвета чтобы сделать маленькую веточку над листиками я ее катаю в колбаску растягиваю и один кончик делаю более тоненьким срезаю его под углом определяю с какой стороны у меня будет располагаться веточка какой длины она будет и затем лишнюю длину я срезаю ножом то место где у меня будет располагаться веточка вверху и также наношу жидкую глину слегка изгибаю веточку и прикладываю обратите внимание что веточка не должна быть слишком тонкой у меня на толщиной примерно миллиметра 3 и дотсом с маленьким шариком я наношу фактуру в виде неглубоких бороздок по всей длине веточки теперь я беру колечко медного цвета диаметром 7-8 миллиметров на веточки я делаю надрез и вдавливаю туда колечко вот таким образом оно должно располагаться перпендикулярно по отношению к ветке затем беру кусочек темно-коричневой глины и залепляю им отверстие которое у нас осталось снизу колечко прилипляю хорошенько приглаживаю чтобы после запекания колечко уже нельзя было оттуда вынуть веточку я также покрываю пигментом бронзового цвета листики пока откладываю в сторону и беру глину светло-коричневого цвета чтобы сделать желуди катаю два небольших шарика превращаю их в овалы кончиками пальца заостряю одну из сторон овала и затем зубочисткой либо вот такой деревянной заточенной шпажкой я прокатываю желудь чтобы придать ему такую фактуру в виде мелких-мелких бороздочек чтобы он не был гладким таким образом я формирую оба желуди и теперь веточку я перекладываю на вот такую выпуклую форму металлическую можно положить ее на лампочку либо на тарелку металлическую и отправляю вместе с желудями на предварительное запекание после запекания верхушки округлой верхушки желудей я смазываю жидкой глиной и для шапочек желуди я беру глину вот такого серо-кофейного оттенка посветлее чем сами желуди катаю небольшой шарик сплющиваю слегка прикладываю к нему желудь и как бы натягиваю сплющенную глину на желудь так чтобы получилась шапочка по форме похожая на настоящий желудь сверху я доцем делаю много-много мелких углублений я не хочу делать шапочку желудя очень натуральную мне хочется сделать ее стилизованно поэтому я наношу вот такую фактуру и смотрится на на мой взгляд довольно интересно и аналогично я делаю шапочку также у второго желуди теперь желуди нужно разместить на листиках так как желудь и листик уже запечены я наношу они в жидкую глину определяю место где будут располагаться желуди желудь один я размещаю повыше а второй пониже чтобы над ним осталось место для размещения бусин определяю где будут лежать желуди и уже затем придавливаю их я решила вернуть брошку на выпуклую крышечку свою металлическую так как затем буду снова на ней запекать еще раз разместила желуди беру маленькие колбаски из глины такого же цвета как и шапочка у желудей у них центре шапочки я стеком делаю углубление и прилепляю туда эти хвостики затем оба хвостика я соединяю так чтобы они верху как бы сходились в один на нашу немножечко жидкой глины на ветку и закрепляю их обратите внимание что хвостики должны соединяться сбоку от колечка они должны входить в колечко иначе будут мешать потом нашим бусинкам теперь на шапочке я также наношу бронзовый пигмент но не густо а лишь слегка чтобы окрасились выпуклые части фактуры у основания шапочек брошь я снова запекаю минут 20 и уже затем продолжу с ней работу нам нужно еще закрепить булавку для этого беру глину того же цвет из которого делала листики формирую из нее небольшой прямоугольник и оборачиваю этим прямоугольником застежку для броши подходящей длины прикладываю определяю где у меня будет располагаться застежка она должна находиться в верхней части броши но ее не должно быть видно с лицевой стороны на это место я наношу жидкую глину и хорошенько придавливаю застежку чтобы она хорошо прилипла далее беру еще кусочек такой же глины прилепляю ее вверху так чтобы он заходил и на застежку и на веточку сглаживаю а затем на нашу фактуру также при помощи дотса с шариком и И теперь эту глину я покрываю пигментом бронзового цвета. Я застегиваю булавочку, размещаю брошь уже на плоском основании, но подкладываю под нее кусочки ватного диска, чтобы она не поменяла свою форму при запекании. И уже окончательно ставлю еще раз за ее запекаться. После запекания можно ставить брошь в таком виде, но можно и акриловой краской темно-коричневой цвета прорисовать прожилки. Я развожу краску так, чтобы она была очень-очень жидкой. И тоненькой кисточкой я прорисовываю центральную прожилку, так как она идет на листике. И некоторые тоненькие боковые прожилочки. Чем тоньше они будут, тем будут аккуратнее смотреться. Некоторые прожилки после того, как я их нарисовала, я решила стереть. Некоторые оставила. И после того, как краска уже полностью высохнет, я покрываю всю брошь глянцевым лаком для полимерной глины. Далее нам нужно прикрепить бусинки. Выбираем бусинки, подходящие по цвету. Колечко вверху я прокручиваю, нахожу место, где оно соединяется. И аккуратненько его разгибаю. Я взяла небольшие стеклянные бусинки бежевого цвета и пины с шариком медного цвета в цвет моего колечка. Некоторые бусинки я надеваю на пины по 2 штуки, по 2. Некоторые по 1 штучке. Обрезаю пин, закручиваю его в двойную петельку, так как он у нас довольно мягкий, поэтому двойная петелька будет надежнее. Вот такие бусинки я подготовила. И далее я уже в процессе решаю, где какие бусинки разместить. Слева я решила разместить одну бусинку, а там, где желудь у меня пониже, я размещаю бусинки. Двойные. Все сразу на одно колечко не поместятся, поэтому я размещаю только несколько бусинок. Слева две одинарные, справа две двойные. И затем я закрываю колечко. Одну бусинку я даже решила снять, чтобы она мне пока не мешала. А оставшиеся несколько бусинок я надеваю на колечко диаметром 3 мм. И уже это колечко с бусинками я размещаю там, где мне кажется это необходимо. Закрываю колечко, и моя брошь готова. Вот такая она получилась. Небольшая, очень такая легенькая. Красиво очень переливается, особенно когда на нее попадают прямые лучи солнца. И я думаю, она станет прекрасным украшением для осеннего кардингана, пальто, либо какой-то шали. Можно также сделать с такими листочками, бусинками серьги. Тоже будут смотреться очень интересно. Напишите, как вы относитесь к украшениям с осенней тематикой. Понравилось ли вам это украшение и этот мастер-класс? Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok